Рождение Пресвятой Богородицы Рождение Пресвятой Богородицы Пресвятые предания церкви бережно доносят до нас сведения о земной жизни Богородицы, согласно которому Мария родилась в семье праведных Якима и Анны из Назарета, женатых 20 лет, но не имеющих детей. Когда супругам было уже за 40, Господь отблагодарил их за молитвы и праведную жизнь, послав ангела с радостной вестью. Через 9 месяцев на закате Анна родила дочь, Пресвятую Деву Марию, будущую Матерь Господа Иисуса Христа. О ее рождении было известно еще задолго до этого события. Эти предсказания хранятся в ветхозаветных пророчествах. Я хочу поздравить всех православных, не только в Грузии, в России, на Украине, везде нас много. Хочу пожелать здоровья, и чтобы люди обязательно приехали в Грузию, посмотреть этот храм Цхета, Джвари. Здесь есть что посмотреть, духом наполняется тело и душа. В общем, полеты вам того же желаю. Сегодня великий праздник, Рождество Богородицы. И очень приятно, что люди в Грузии верят в эти праздники. Очень много людей в Цхете, в другом монастыре были здесь. И к этому празднику приурочили свадьбы, крещение детей мы много видели. Это великий праздник. Без него бы, наверное, нас не было, Иисуса Христа бы не было. Не было такого светлого дня. В народе этот праздник называют «малой причистой». В этот день крестьяне начинают осенние приготовления и заканчивают летние работы в полях. Верующие благодарят Пресвятую Богородицу, как небесную покровительницу земледелия, за весь богато собранный урожай. Рождество Пресвятой Богородицы не просто праздничный день. Это день всемирной радости и надежды, который почитают во всех православных странах мира. Мария Цеминтия, Грузия, Тбилиси.